Синхронизейшн Синхронизейшн Прочти дисклеймер Всем привет, вы нагнали Недохакерлайт Сегодня мы с вами скачаем и проверим Windows 12 Как всегда заходим в браузер Тут у нас почта, а это означает, что это рубрика SSN Что расшифровывается сам себе Недохакер В этой рубрике вы можете примерить на себе роль Недохакера, сделать красивую программу и интересные вирусы Видосы не обязательно, но за них дополнительные баллы Так же как и за сайт Мы же отберем самые лучшие работы Проверим их на ролик и вознаградим конкурсантов Так что если всегда хотел попробовать Почта есть в описании Сори, что отвлекались, погнали сразу проверять Первого конкурсанта, это наш любимый Тэчер Сегодня все три конкурсанта Очень крутые, так что обязательно смотрите до конца Сори, отвлеку вас быстренько Я из будущего уже записал данный ролик И я не знаю как оценивать данные работы Очень важно ваше мнение, напишите в комментариях Кому скинуть 1000 рублей, кому 500 А кому всего лишь 100 рублей Скорее всего 100 рублей я повышу до 300 рублей Потому что все три работы просто бомбезны И я не знаю как их оценить Напишите свое мнение в комментариях, оно очень важно Спасибо! Всем привет, Windows 12 еще не вышло Но у меня есть слив ее Там помните, были как-то инсайды, что в 2024 году Выйдет сразу 12 винда Потому что 11 вроде как, ну типа провалилась Microsoft объявила меня в розыск Потому что я имею секретные данные Поэтому очень быстро скидываю тебе ее слив Ладно, погнали смотреть ролик и уже поймем все Походу. Целых 6 минут! Я очень не люблю длинные ролики Кстати, смотрите, у Тэчера сразу видно Что сверху такая черненькая полосочка Знаете че это? Это виртуалка Я даже знаю какая в МВР Кстати, в конце он даже ее покажет Я же не использую никаких виртуалок И проверяю на оригинальной винде Виртуалку используем на стримах Каждое воскресенье мы проводим стримы И проверяем работу, так что обязательно заходи Ссылочка у нас есть Давайте сразу же скачаем Все как в ролике показываем Ааааа, мы скачиваем сначала инсталлер А после этого уже будет Программка Причем этот инсталлер Я как вижу уже самописан Это не вот эти SFX архивы Прям реально инсталлер. Это слив, поэтому антивирсники ругают. Мне классно придумал, все очень показал, рассказал. Немножко затянул, конечно. Потом показывает программку, как мы видим, все накатывается. И, ну, типа Windows 12. Дальше смотреть не будем, так что погнали скорее проверять. Открываем ассистенты. Никаких файлов больше нету. Тут у нас код, мы его сюда вписываем. Пароль от архива. Кстати, самое интересное, что мы указываем этот код. Нажимаем продолжить. И в данный момент, прямо сейчас, данное приложение подключается к Яндекс.Диску, вроде бы, или Гугл.Диску. И оно реально качает, видите, сеть, идет нагрузка. На втором канале я буду разбирать полностью программу, вирусы. У нас будет интервью с конкурсантом лучшей работы. И там я расскажу, как это все происходит. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, если ролик уже вышел. И смотрите. Если не вышел, то подписывайтесь на второй канал. Там уже есть один видос и скоро будет еще. Этот инсталлер, он никуда не перекидывает больше. Он нужен только для скачки. Поэтому, если я сейчас введу, грубо говоря, вот этот Q-лаунчер, программка начинает качать. Есть архивчик, Windows 12. Достаем всю документацию. К сожалению, не все игры бесплатные, как Дота. А в наше время очень трудно покупать игры. Например, недавно вышедший Starfield недоступен в России. А я так хотел его попробовать. Поэтому нашел отличный сервис КупиКод, на котором вы можете купить абсолютно любую игру из Стима. Даже те, которые недоступны в России. Выбираем регион нашего аккаунта. Нажимаем кнопку «Купить». Здесь нужно вставить ссылочку на наш Стим-аккаунт. Также его подтвердить. И можно ввести промокод «NEHAGAMES», который даст 10% в скидочку. И вместо 5500 мне нужно будет заплатить 4900. А помимо этого я получу еще 110 бонусных рублей. После оплаты к вам добавится в друзья бот, который передаст вам игру. И вы можете наслаждаться ей. Это самый быстрый и безопасный способ покупки игр, так как вам не надо указывать никаких данных. Лишь ссылочку на свой аккаунт. На КупиКод намного легче и дешевле покупать игры, чем пополнять свой баланс Стим через Киви. Даже если вы пополните, вы бы все равно не смогли купить Starfield. А если вы еще и авторизируетесь, то получите 50 бонусных рублей. Так как я уже покупал, у меня 70 бонусов. Так что не тяни и скорее переходи по ссылке в описании, чтобы купить игру на КупиКод. Даже ту, которая недоступна в России. Установить винду без ключа? Конечно можно. А вот получить игру без ключа? Не получится. Тем более в наше время, когда пополнить баланс Стим почти нереально. А множество игр заблокированы. Например, недавно вышедший Starfield недоступен в России. А я так хотел его попробовать. Поэтому нашел отличный сервис КупиКод. На котором вы можете купить абсолютно любую игру из Стима. Даже те, которые недоступны в России. Выбираем регион нашего аккаунта. Нажимаем кнопку купить. Здесь нужно вставить ссылочку на наш Стим аккаунт. Также его подтвердить. И можно ввести промокод NEHAGAMES, который даст 10% скидочку. И вместо 5500 мне нужно будет заплатить 4900. А помимо этого я получу еще 110 бонусных рублей. После оплаты к вам добавится в друзья бот, который передаст вам игру. И вы можете наслаждаться ей. Это самый быстрый и безопасный способ покупки игр. Так как вам не надо указывать никаких данных. Лишь ссылочку на свой аккаунт. На КупиКод намного легче и дешевле покупать игры, чем пополнять свой баланс стим через Киви. Даже если вы пополните, вы бы все равно не смогли купить Старфилд. А если вы еще и авторизируетесь, то получите 50 бонусных рублей. Так как я уже покупал, у меня 70 бонусов. Так что не тяни и скорее переходи по ссылке в описании, чтобы купить игру на КупиКод. Даже ту, которая недоступна в России. Запускаем тогда винду. А ты мне администратор. Так, уже интересно. Вас приветствует установщик Windows 12 бета. Для того, чтобы установить, необходимо иметь 128 гигабайт свободного места. 128? Так много? Скорее всего, он типа рассчитывал на виртуалку. Потому что я всегда 128 ставлю в виртуалке. Но я-то проверяю на основном винде. Поэтому у меня, ну, 189 есть. Хорошо. Хватает. 6 гигабайт оперативки тоже хватает. 2 гигагерса, 2 ядра. 2 ядра, 2 гигагерса. Игровая видеокарта. Сколько там тысяч было? За 20 тысяч рублей вроде этот игровой компьютер. Так, продать почку, продать Windows 95. Так, ага. Уволить костяна. Ну, шукосям придется. Мне самому ролик монтировать. Тут еще одно какое-то лицензионное соглашение. Здесь тоже самое почти написано. Поэтому мы их применяем. Выбираем версию. Тут есть какие-то хаус. Максональная. Конечно же ее. Всегда ставлю себе максимальную. А вы какую винду ставите? Напишите в комментариях. Нажимаем далее. И пошла установка. Распаковка, копирование файлов. В принципе, нормально. Но проблема в том, что Тетчер у нас немножко такой креативный человечек. Какие-то шутки пишет. Мне это не особо нравится. Поэтому не надо. Пожалуйста. Давайте серьезнее относиться к этому делу. По функционалу программа не такая уж столь крутая. Осталось лишь посмотреть, какие вирусы нам нагрузятся. Успешно установлено перезагрузить ИПК, чтобы полностью завершить настройки. Не забудьте сохранить все файлы и закрыть все окна. Помните вам всем... Что? Не думаю, что официальный винда так может писать. Поэтому давайте перезагрузимся и посмотрим, что произойдет. Какие-то процессы происходят. Смотри. Ага. Так, хорошо. Пошла установка. Я не видел, как компьютер уходит почему-то в перезагрузку. Сразу пошло выполнение обновления. У нас больше 50% уже за... Это ошибка. Окей. Так. Это что такое? У меня мурашки уже пошли. Твою мать. Вот черные экраны хуже всего. Ненавижу их. Недохакер, добро пожаловать в ад. Спасибо. Спасибо. Кто заметил, это очень похоже на Windows XP Horror. Это старый вирус. Но наш Тетчер полностью переделал это под десятку. И смотрите, что происходит. Как я уже сказал, на втором канале я все подробно расскажу и покажу, как это работает. У нас есть корзина, видео 666, этот компьютер. Так. Не открывать какой-то блокнот. Давайте откроем. Ты открыл меня, я зря это сделал. Если ты хочешь остановиться вирус, то давай. Не хочу я играть в игру. Твою мать! Мы проиграли игру, судя по всему. Здесь какой-то скример, а оно зад... Я знаю, что сзади меня ничего нет. Там зеленка. Я вижу все. Я в камеру вижу, а оно мне открыто. Ты меня не разведешь. Есть какой-то проводник. Тут есть Death. Смотрите, здесь кукла. Help. 666. Help me, kill me. Not open. Welcome to hell. Что там еще есть? У нас есть компьютер. Ты серьезно хочешь? Ну давай. Ненавижу черный экран. Рунаю мать! А что это такое? А это картинка? Это не настоящий. Я пока наушник не буду одевать. У меня уже волосы дыбом встали. Да черв, блять, с твоими скримерами. Йогарн Бабай. А вот это уже настоя... Или не настоящий? Да, это было настоя... Их, ядрить. Я бы испуг... Ммм... Ну ладно, блин, я хотел еще немножко в той винде посидеть. Очень жаль, что не получилось. Но, как вы заметили, мы зашли в BIOS. Это означает, что нам затерли MBR-ку. Сейчас я флешечку воткну быстренько. Сейчас быстренько зайдем в нашу винду и посмотрим, что произошло с нашим SSD. Ммм... Не занятое, простарасно. Он просто нам стер жесткий диск. Точнее SSD. Ладно. Я тогда быстренько накатываю в винду. Мы вернемся и проверим еще парочку конкурсантов. С Тетчером мы закончили, поэтому проверяем следующего конкурсанта. И это у нас фризик. Тоже не первый раз у нас участвует. Так. Есть монтажик. Так. 3065, ты побольше разрешения не мог чел сделать? Почти ничего не видно, что на экране происходит. Но, в любом случае, такая же черная полосочка, как и у Тетчера. Значит, VMware. Угу. Угу. Тут уже Windows 11. Внешне приложение выглядит более такое взрослое, осмысленное. Какие-то галочки. Тоже, судя по всему, с различными приколами. После того, как в приложении все сделается, у нас просто перезагрузился комп и сразу включится Windows 12. И давайте скачаем. Тем временем, что Windows 12 скачалось, давайте ее скорее запустим и попробуем посмотреть, что там будет. Паспорт, установщик. Нажимаем далее. Условия лицензионного соглашения, если вы проживаете в Соединенных Штатах. Судя по всему, это настоящее лицензионное соглашение, которое было взято у Windows 10. Ну, внешне по такой, более взрослой. Будем смотреть сейчас как по функционалу. Нам же, тем временем, установилось сейчас. Визуально прикольно. О, как Таскбар появляются, выйти и далее. Хорошо, нажимаем далее. Я очень надеюсь, что это не все приложение, потому что у нас тут. Костян снова замазал текст. Проверьте на видео, я сейчас не могу посмотреть, замазал Костян или нет. Отправить данные Биллу Гейтсу. Конечно, кому еще? Показать автору, замазать текст самому. Так, о. Увеличить размер члена. Естественно, надо. Отправлять деньги на данные нам. А, смотрите, галочку сюда. Когда я меняю галочку здесь, она появляется у Билла Гейтса. Давайте лучше ребятам отправим наши данные. Тут, конечно, нечего отправлять. Так, застрелить приложение. Это что значит? Застрелил приложение? Нормально. К сожалению, никаких более функционалов я здесь не вижу. Так, поменять обои на рабочем столе. Здорово! Копируем ключ. Сворачиваем. Так, вводим ключ, активируем. Так, Билл Гейтс собрал ваш ключ. Хорошо, а если еще раз? А, во, все. Первый ключ у нас украли. Второй ключ мы активировали. Нажимаем далее. И пошла установочка. По функционалу тоже ошибка не такое крутое приложение. Я даже не знаю, как оценивать. У кого будет лучше работать? Скорее всего, будем уже оценивать по самому вирусу. У кого лучше будет. Потому что что Тейчер, что Фризик сейчас идут ровень. А у нас же еще и третий конкурсант есть. Там тоже хорошая работа. Тут все постепенно, успешно выполнено. Сейчас идет установка вирусов. А зачем нам установка вирусов? Мы же винду 12 укачаем. Я очень надеюсь, что в этот раз хотя бы не будет скримеров. Ошибка установки, код какой-то. Знает 1337, я тебя понял. Устраняем ошибочку. Она исправляется. О, погоди. 3, 2, 1, пишу. Опять приложение закрылось. Это нормально? Так. Так. Пока что грузится нормально. Нету всяких вот этих Windows Horror 3.9. Хорошо. У нас тут глазики появляются. Кстати, кто помнит, откуда эти обои? Мы как-то на стриме проверяли чью-то работу. Честно говоря, я не могу вспомнить. И эти обои после стрима я в телеграм загружал. У нас появляются глазики. Обратный таймер идет. Как мне рассказали, обратный таймер, когда кончится, у нас опять-таки затрется эмберка. Поэтому надо как-то решить вопрос и попытаться избежать этого. Пуск открывается. Отлично. Давайте откроем проводник. Посмотрим, что произойдет. Проводник есть. Но из-за этих глаз вообще ничего не видно. Хорошо. Стандартный Windows. Ага, Internet Explorer у нас. Не флюбайся. Служебный Windows. Во, давайте командная строка. Не открывается. Выполнить. Не открывается. Панель управления. Ну, мало ли. Мне тоже не открывается. Блин. Похоже, из-под винды вообще никак не сделать. Очень много глаз появилось. Я вообще почти не вижу, что там происходит. Попробуем Ctrl-Delete. Здесь все чисто. Ничего с этим поделать не... Блин, а что делать? Я и перезагрузиться, получается, не могу. Да, видите, недоступных вариантов управления. Единственный вариант, это опять-таки средство восстановления. Как это происходит? Мы нажимаем кучу раз на перезагрузку. Сейчас попробуем зайти в безопасный режим с помощью командной строки. Может быть, запустится она там. Заходим в дополнительные параметры. Пытаемся, так, поиск устранений, дополнительные параметры, параметры загрузочки. Давайте перезагружаемся. И надо нажать клавишу 6, либо F6. Угу. Все то же самое. Ее компьютер что-то там. 4, 54. Ага. Ну и здесь точно так же у нас нет ни к чему доступа. Командная строка, кстати, не открылась. Благо, хотя бы пуск может поверх открываться. Может, у картана спросить помощи. Ну, у нас остается только один единственный вариант. Это опять-таки попытаться зайти в среду восстановления. И там уже с помощью редактора рестора находить автозагрузку. Кстати, если вам интересна тема с виндой, то давайте на этом ролике наберем 5000 лайков и 500 комментариев. Тогда как можно скорее мы сделаем еще один ролик с виндос 12. Здесь же мы заходим в regedit. Я уже кучу раз рассказывал, что есть много способов автозагрузки. Если вы хотите, мы можем сделать прям отдельный ролик, где расскажем про все эти способы на втором канале. У нас здесь есть файл shell, который запускает explore.exe. Это как раз таки проводник. И сюда могут некоторые наши конкурсанты вписать запуск каких-либо вирусов. Кстати, если у вас вдруг нет наших конкурсантов вируса, а действительно настоящие вирусы, они точно так же могут быть прописаны. Так что обязательно нажмите лайк, если хотите отдельный ролик по автозагрузке. Как мы находим? UserNeed. Запускается вот это приложение. Вот UserNeed. И как мы видим, C, Shindus, Evil Eye. Явно это не встроенное какое-то приложение, оно стороннее. Поэтому мы его удаляем. Нажимаем ОК. И нужно выгрузить данный куст. Настройки мы сохранили. Теперь просто перезагружаем компьютер, и автозагрузки у нас никакой нет. Тем самым вирусы никак не запустятся. Но в системе все равно есть некоторые недочеты. По типу блокировки множества приложений. Поэтому нужно заходить в редактор реестера и все уже исправлять. По крайней мере, хотя бы доступ к диспетчеру задач надо получить. Вирусы не запустились. К сожалению, сейчас я настроить не могу в Windows. Но если вы вдруг хотите посмотреть, как выйти из данного способа, набираем на этом ролике 3000 лайков, и мы в Telegram загрузим видосик, где я исправлю Windows до первоначального состояния. Как я напомню, сейчас вообще ничего не запускается, у нас нет никаких доступов. И выполнить открывается, никакие клавиши не срабатывают. Так что я быстренько переустанавливаю Windows и возвращаюсь проверять третьего конкурсанта. Синхронизизион! Ну а теперь переходим к последнему конкурсанту, и это у нас Safi Pro. Я, как сказал, сегодня у нас с легенды собрались. О, тут даже сайт есть. Ну, естественно, Safi Pro. Мы уже кучу раз были на этом сайте. Сайт просто классный. И это не сайт Google, он прям полноценный свой сайт сделал. Красавчик просто. Так, Windows 12 есть. Закрываем. Хорошо. Теперь смотрим быстренько видосик. Полноценная программа, вау. Ядрить, вы представляете? Сейчас мы реально запустим. Он запустит, и что-то там будет. Если это будет выглядеть так же, я офигею просто. Так, браузер. Оооо. Это полноценная винда! Так, хорошо, я не хочу это спойлерить себе, поэтому на этом виндос закончим. Опять-таки, 4 минуты, конечно, долговат. Я не знаю, как оценивать это. Все три работы просто топовые. Нажимаем «Да». Пошла установочка. Полный экран. Так, обновить этот компьютер, создать медиа для другого компьютера. Нет. Нам нужно как раз-таки создать комп. А, смотрите! Я выбираю, чтобы создать флешку. Ну, это вот Media for another PC. И мы не можем дальше идти. А если обновлять этот ПК, то все норм. Getting a few things ready. Так, проверяется, все ли готово. Визуально классно! Это самая топовая на сегодня программа. Ну, серьезно, блин, такие работы! Тут у нас написано «Лицензия». У нас есть перевод, мы его покажем в другом ролике, чтобы сегодня не оттягивать. Но там есть еще интересное почитать. Пошла установочка. Больше ничего здесь выбрать нельзя. И у нас сейчас реально запустится винда. Будет интересно, это перезагрузка будет настоящая или все-таки как видосик. Компьютер у нас действительно перезагружается. Вроде как нормально, не до хайкерст. А где Windows 12? О! Э! Ну и коронабабай, Сафи. Очень помог же ту третью часть. А че с курсором, ёпта? Че с курсором-то? Короче, понятно. BySafi, Visa to Love, не до хайкерлайт. У нас есть браузер CS... Ле, курсор. Новая мамка? Ничего не открывается. А, YouTube открылся. 10 лайфхаков от канала Сафи. А, это ничего не клацается? Недо хайкеры Lime, Ultra, High, Top. Не, у нас сейчас столько недо хайкерлайт, недо хайкеры и хакньюз. Только ошибку выдает, а так больше ничего не клацается. Поэтому закрываем. Ну, конечно. 3000, нихрена ты? Но придумал. Не, Сафи, 3000 это прошлые недо хайкеры были? Не, Сафи, 3000 это прошлые СССР. Сейчас я прям в ролике скидываю. Одна картинка вот эта интересует. Вот, вот это ярлычок. Так, Костян, если что, заблюришь. Мы с другом просто играли в крестики-нолики, закончилось все. Так, а видос можно включить? О, видос, ну включи видос. А все остальное заблюрино, блин. Да, ничего интересного нет. Так, важно, введите пароль. Так, а забыли пароль? 1, 2, 3, 4, 5. Так, хорошо. Серьезно? Я зашел, так, финансы. Так, прибыли за май 26 тысяч рублей, зап косяна 3000 тенге, остальное мая за п. Я такого не писал. Так, пароль от почты такой-то, пароль на ютуб такой-то. Ха, нормально, нормально. Хорошо. Не, проделана прикольная работа. Так, ЦП, центральный процессор. Ха, просто из Википедии. Так, хлеб, немного хлеба, белый хлеб, черный хлеб, хлеб хлебный, хлеб без муки, хлеб зерна. Я тебя понял. Так, лично. Другой дивник, сегодня я проснулся справа. Ой, ноги, а не слевой. Так, ладно, хорошо. Не, прикольно сделано. Видосы. Видосы не клацаются. Все, здесь больше неч- А, вот Сафи есть. Можно подписаться на него в Телеграме, я понял. На этом у нас кончается программа. И вирусы заключается в том, что у нас нету доступа к Винде. Как я уже сказал, у нас клавиатура не. Ладно, я вам покажу прям. Вот, типа, вот клавиатура. Вот, например, Alt-Tab. 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 Виндус тоже ничего не клацается. Ctrl-Alt-Delete. Тоже ничего не клацается. Поэтому у нас есть лишь единственный вариант. Это когда мы загружаем в Винду. Там что-то попытаться успеть сделать. Было бы, конечно, прикольно, если бы у нас получилось выходить из системы. Но не в этот раз. Поведется каждый раз перезагружаться. Если мы вдруг не будем успевать. Проводник у нас, кстати, работает. Диспетчер задач. Диспетчер задач заблокирован. Я тебя понял. Клавиатура не работает. Поэтому давайте сразу же попробуем... Собака. Я думал, что успею. А она закрыл... Проводник закрылась, зараза. Ладно. Так, пробуем еще раз. О, так. Я старался все время успеть. А это нельзя сделать. Надо просто аккуратненько пользоваться мышкой. Потому что если сейчас нажму куда-то... Курсор взвинулся. Открываем проводник. И уже можем им пользоваться. Но если бы мышка не скакала, было бы намного легче. Так, все. У нас есть доступ к клавятуре. Теперь давайте попробуем зайти в мой компьютер. А я же... Я же могу клавиатурой. И вообще пофиг. Нет? Находим программ файл. Реально? Реально? Без мышки намного безопаснее. Тоже надо скопировать. А, нет. Надо просто его переименовать. Блин. А, стоп. Альтаптер. Экранная клавиатура нам поможет. Она всегда будет поверх экрана. Так, хорошо. Я переименовал хром... Так. О! Хе-хе-хе-хе. Мы теперь хромом можем пользоваться. Прилагаю, знаете, что скачать? Специальное приложение. Скачиваем специальное приложение RecAleaser. Для того, чтобы пользоваться редактором реестра. Сейчас, дождемся, когда приложение скачается. Откроем его. И уже в нем все переустановим. А, и все? Погоди, серьезно? Я все это время мог просто закрыть приложение Alt F4 через экранную клавиатуру. Смотрите, курсор не прыгает. Даже никаких программ не надо, оказывается. Можно было намного проще способом это все сделать. Пытаемся загрузить приложение. И, естественно, у нас есть дебаггер. Обязательно в другом ролике я расскажу, что такое дебаггер. Какие там приложения запрещены. И мы не можем открывать, что попало. Но! Но! Самое интересное, если мы переименовываем... Та-дам! У нас есть доступ ко всему. Все, у нас есть редактор реестра. Мы можем сейчас уже исправлять все косяки. Короче, если вдруг у вас проблемы с клавиатурой. Ну, после вирусов, естественно. Вот по этому пути мы проходим. И находим Second Map. Мы его удаляем значение. Так, вы действительно хотите? Да, хочу. И теперь у нас должен быть, по сути, доступ к клавиатуре. Но пока что его нет. Ладно, видать, после перезагрузки надо уже проверять это. Не знаю, что здесь за что отвечает. Но вот это все мы тоже удаляем. Тут мы тоже все удаляем. Ни в коем случае не повторяйте. А то мы уже как-то один раз показали. А потом оказалось, что я что-то неправильно сделал. И кто-то, короче, себе Windows случайно удалил. Как раз таки, про что я и говорил. Мы заходим в Imagine Files. И здесь вот куча разных приложений. И у всех, смотрите, есть дебаггер. Значение САФИ. Он мало того, что сделал дебаггер, так еще и подписал, что типа это его программка. Теперь мы в каждом приложении удаляем эти штуки, чтобы мы могли пользоваться. Вот, допустим, CMD. Таск МГРХЗ я только что очистил. Свернем. Теперь запускаем это приложение. И оно работает. Заходим в автозагрузочку. И находим. И находим. Магзет OneDrive. Почему-то три штуки. Помните, я говорил, когда у нас компьютер перезагрузался, что я что-то увидел? Самые внимательные могли заметить, что в панели задач было видно значок OneDrive. И где-то было написано, что это Магзет OneDrive. Хотя мы запускали, как этот, инсталлер Windows 12. Теперь мы можем перезагрузить компьютер. Курсор, кстати, до сих пор маленький, но, как мы видим, винда у нас запустилась. Мы можем ей, в принципе, пользоваться. Да, вот, можем восстановить даже. Зайти сюда. Все. Мы победили этот вирус. Честно говоря, мне вот этот вирус больше всех по интерактиву понравился. Потому что у нас есть возможность его как бы обойти. Да, конечно, если бы с помощью Alt-Tab я не мог бы просто так закрыть его приложение, было бы намного сложнее. Я бы дольше с этим копался. И лично мне это больше нравится. Потому что я могу покопаться. Ладно, я не буду возгрузить этой сложной информации. Я не знаю, кому сколько отправлять денег. Но будет отдельный ролик. Мы уже подумаем, решим более осмысленно. Костя напишет, надеюсь, свое мнение. Тоже, кстати, Костя, напиши. Я не знаю, реально, кому сколько скидывать. И во втором ролике на другом канале я покажу, как перекидывать деньги. И мы возьмем интервью у самого лучшего конкурсанта из этого ролика. А я вам, как всегда, желаю хороших антивирусников. И до скорых встреч. Ведь ролики у нас выходят каждый вторник и пятницу. А по воскресеньям у нас стримы. Не забывай про них. И залетай в телеграм. Пока.